Аллан Бартилет Эл Шепард младший, американский астронавт, контр-адмирал американских ВМС, первый американец, совершивший суборбитальный космический полет. Второй космический полет Шепард выполнил в качестве командира космического корабля «Аполлон-14», посадочный модуль которого совершил посадку на поверхность Луны. Образование. В 1941 году Аллан окончил морской колледж Академии Адмирала Фаррагута. В 1944 году он получил диплом бакалавра естественных наук военно-морской академии США в Анаполисе, карьера летчика-испытателя ВМС. В 1944 году Шепард стал офицером ВМС. Его первым назначением стал эсминец Коксвелл, направленный в годы Второй мировой войны в Тихий океан. По окончании войны Шепард начал готовиться на военно-морского летчика, сначала в городке Корпус Кристи, а затем в Пенсаколе. Звание летчика ему было присвоено в 1947 году. В этом качестве Шепард проходил службу в составе 42-й истребительной эскадрильи в Норфелке и Джексанвилле. Несколько раз на борту авианосцев он выдвигался в район Средиземного моря. В 1950 году Шепард поступил в школу морских летчиков-испытателей «Потаксент». После ее окончания участвовал в летных испытаниях и работах по получению данных об освещенности и структуре воздушных масс на территории Северной Америки, а также в экспериментах по разработке системы заправки в воздухе для американского ВМС. Шепард участвовал в испытаниях палубного истребителя F-2H-3 «Бенши» и первоамериканской угловой палубы для стартов с авианосца. После своего назначения оперативным офицером в подразделении ночных истребителей 193-го истребительного эскадрона в «Мафет Филд», Алан Шепард совершил два выхода в западную часть Тихого океана на борту авианосца «Арискани». Повторно вернувшись в «Потаксент», Шепард активно участвовал в летных испытаниях палубных истребителей F-3H «Демон» F-8U «Крусейдер» F-4D «Скайрей» F-1-1 «Ф «Тайгер» был назначен пилотом-испытателем создаваемого всепогодного палубного истребителя F-5D «Скайлансер». Пять месяцев Шепард служил инструктором школы летчиков-испытателей. Позднее поступил в военно-морской колледж в Нью-Юпорте, по окончании которого в 1957 году был назначен в штат командующего Атлантического флота в качестве офицера подготовки самолетов. Шепард был одним из семи астронавтов, отобранных НАСА в апреле 1959 года для полетов на кораблях «Меркурий». Высочайший профессионализм и другие качества не только позволили ему стать первым американским астронавтом, но и единственному из астронавтов программы «Меркурий» отправиться на Луну. 5 мая 1961 года ракета-носитель «Ридстаун-3» вывела космический корабль-капсулу «Меркурий» «Ридстаун-3» на баллистическую траекторию суборбитального полета. Капсула достигла высоты приблизительно в 186,5 километров и совершила посадку в водах Атлантического ракетного полигона США. В 486 километрах от точки старта полет длился 15 минут 28 секунд. В НАСА не предусмотрели в космическом корабле возможности удовлетворения астронавтам естественных человеческих потребностей. Поэтому Алану пришлось справить нужду в свой костюм во время полета. В историю вошли слова Шепарда, сказанные перед стартом Ридстоуна. «Боже, пожалуйста, не дай мне облажаться по другим источникам» он сказал сам себе лишь «Донт фак ап, Шепард». А молитву Шепарда потом придумали СМИ, но тем не менее она стала популярна среди летчиков. В 1962 Шепард был удостоен звания магистра искусств в Дертмутском колледже. Шепард готовился в качестве дублюра Гордона Купера для полета «Меркурия-Атлас-9». Следующим полетом Шепарда должен был стать трехсуточный полет «Меркурия-Атлас-10», назначенный на октябрь 1963. Однако 13 июня 1963 года он был отменен. После отмены полета «Меркурия-Атлас-10» Шепард был выбран командиром и пилотом для первого старта нового космического корабля «Джимини». Вторым пилотом должен был стать Томас Стаффорд. Аллан приступил к тренировкам, но в начале 1964 года врачи обнаружили у него болезнь Миньера, что привело к его отстранению от полетов практически до конца 60-х годов. Место планировавшегося экипажа «Джимини-3» заняли Вирджил Грисом и Джон Янг. После успешной операции на ушной полости и восстановления летного статуса Шепард вернулся к активной подготовке к новым полетам. В возрасте 47 лет, будучи к тому времени старейшим астронавтом НАСА, Аллан Шепард выполнил свой второй космический полет в качестве командира «Аполлона-14», который стал третьей успешной американской экспедицией на Луну. Поздние годы. В 1971 году Аллан Шепард был делегатом Генеральной Ассамблеи ООН. В 1971 он получил степень доктора естественных наук в Университете Майами, а в 1972 степень доктора гуманитарных наук от Франклин Пирс Колледжа. В 1994 году совместно с двумя журналистами он издал книгу «Муна Шот» за инсайдсториал фамерикас рейста «Зе Мун». В издании книги 1994 года помещен калаш из нескольких фотоснимков, показывающий Шепарда, бьющего на луне по мячу для гольфа. По книге был создан телевизионный мини-сериал в 1994 году. Умер 21 июля 1998 года от лейкемии в госпитале города Монтерей. Через пять недель скончалась его жена Луиза Шепард. Оба были кремированы, и их пепел был развеян над морем. У них родилось трое дочерей и шестеро внуков. Алиса была племянницей его жены Луизы, которую они удочерили после смерти ее матери. Награды. Был награжден золотыми медалями НАСА за выдающиеся заслуги и за исключительные достижения космической медалью почета Конгресса, медалью Деловой и медалью имени Ленгли. В его честь названо новое крыло планетария в городе Конкорд. Па также улучшил название суборбитальный корабль Нью Шепард, создаваемый американской компанией Blue Origin, включен в зал славы астронавтов.